так все быстро быстро проходит и вот уже не успели мы насытиться утолить жажду святой крещенской водой не испели мы ну не все конечно но некоторые окунуться в водах иорданских вот уже и отдание но мы ждем мы ждем пасхи мы ждем когда наша душа сможет победить этот мир и войти в другие просторы вечности где пароль чтобы войти в это царство небесное будет вопрос любишь ли ты меня паче всех и что мы сегодня скажем да господи я тебя очень люблю больше всех и что больше чем себя тут такой детектор лжи что в любви божий в свете божий каждое пятнышко на нашей душе будет видно да и сегодня я думаю мы еще не готовы войти в царство небесное сегодня мы конечно же себя любим больше чем бога вот когда мы будем больше любить бога тогда нас скажет господь ну давай иди ко мне дыша взлетит полетит туда где не будет болезни печали не будет никаких проблем которые мы по большей части сам не для себя выдумываем и будет все просто и ясно и чисто потому что будет во всех бог вот сегодня вот мы приняли причастие мы должны во всех увидеть бога и это должно одухотворять нас и давать силы бороться с грехом который все обезобращивает который все разрушает оскверняет который делает все чтоб люди потерялись в этом мире не видели друг друга не слышали они понимаете страна глухих страна немых слепых это люди которые живут в этом мире без бога что они себе строят что они хотят они уже ничего не хотят никакие явства никакие заморские вины никакие деликатесы не смогут нас сделать счастливыми и только любовь каплю любви христовой которую мы сегодня приняли внутрь это то лекарство которое нас исцеляет от смерти это та любовь которая спасает нас от безумия безразличия бессердечи это та новая жизнь которая входит нас и в которую мы должны сами тоже хотеть войти как можно быстрее и сегодняшнее евангелие где юноша внешне для этого мира понимаете идеально не смог оставить этот мир с его богатствами с его красотами с его соблазнами а господь именно это ему говорил оставь все иди за мной конечно у человека было богатство были деньги была обеспеченная жизнь и отказаться от всего идти за христом и стать в этом мире странником бездомным ради христа он не смог а в принципе у нас ни у кого нет своих домов у нас нет ничего в этом мире понимаете потому что все дома разрушится все что мы строим это все временное жилище а дамо дом мы потеряли когда мы потеряли в нашем адаме и еве в наших прадцах потеряли связь с богом потеряли рай вот рай был домом это был все создано для как дом для человека чтобы он жил и словословил своего творца чтобы он любил 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 друг друга любили люди и чтоб любил всю тварь потому что в этом мире не было ни одной слезинки потому что в этом мире не всем был хватало места никто никого не теснил никто никого не унижал все было потому что в боге было все и вот сегодня нас господь хочет войти вести опять в рай и и литургия это тоже рай все насытились все кто хотел получили бога но как выйдя за дверь этого храма как остаться в раю когда кругом будут соблазны когда мы услышим неприятные слова когда мы увидим какие-то неприятные картинки когда мы будем сравнивать себя с кем-то когда у нас что-то заболит когда нас кто-то не поймет и обруга как остаться в раю можно ли это да можно потому что христос победил мир не только можно а необходимо для каждого из нас победить этот мир может быть сегодня у нас еще коротка качушка и мы конечно же уязвляемся ранами может быть сегодня мы еще конечно же самолюбивы нетерпивы и раздражительны но мы знаем что так уже жить нельзя и нам нужно жить по-другому это тот путь который мы должны пройти до конца за христом а другого пути просто быть не может потому что все пути этого мира ведут нас всех на кладбище много не умру но жив буду и повем дела господни мертвые хоронят своих мертвецов а ты душа иди за мной поэтому храните эту любовь храните сегодня мы празднуем равнопосленную нину которая казалось бы ну что в этой языческой стране эта девушка с этими горячими грузинцами грузинами которые понимаете тогда язычники были можно было подумать в каком находилась состоянии эта страна и ее любовь к богу ее смирение ее молитва обратила народ ко христу вот что может человек с богом а когда человек говорит о я не могу это мне непонятно это я не не в состоянии это не по моим силам это не моя мера это оправдание если есть на то воля божия все ты можешь не ты а бог который идет впереди тебя поэтому дорогие мои с богом не соскучишься это точно скучно без бога когда все одинаково когда все понимаете так серо а с богом понимаете всегда есть что-то вдруг новое ты открываешь в человеке ты начинаешь видеть что-то новое что ты не видел и слышать ты начинаешь видеть красоту божию и это вдохновляет нас на жизнь потому что существование человека временное на этой земле оно исполнено страданий и скорбей а нам нужна радость и вот эту радость мы все получаем в боге храните эту радость которую сегодня господь даровал нам храните эту любовь которая сегодня живет которая сегодня растворилась в нашем нашей крови в нашем теле которая сегодня дает нам возможность победить все обиды победить все нестроения победить все проблемы решить их понимаете и сказать богу слава тебе показавшему нам свет с праздником